Это спорный вопрос, ученые не пришли к единому мнению. Здесь замешаны большие деньги, политика, интересы корпораций. Так порой говорят о глобальном потеплении очень уважаемые ученые. Но не климатологи. Так смогут ли эксперты переубедить скептика? Дебаты убеди скептика. Я хочу сказать, что нас давно просили устроить какие-нибудь дебаты. Мы долго сопротивлялись, в итоге не выдержали и подумали, что вообще тема климата самая подходящая, потому что по поводу глобального потепления и его последствий звучат, альтернативные мнения звучат в том числе и в научной среде. Только почему-то все в основном не от климатологов. Но в конце концов, что плохого, если в Москве или в Чите станет чуть-чуть теплее? У кого от этого будет плохо? Да, но сначала, конечно, опрос. Сначала опрос. Вопрос. Как повлияет глобальное потепление на нас, жителей России? Тут у нас представлено вообще от Владивостока до... А из Калининграда есть кто? Отлично. С Владивостока до Калининграда. Итак, вариант первый. Это плохо. Засухи, кризисы, безработица, приток мигрантов. Кто так считает? Подождите. Поднимайте руки, вы не комментируйте. Второй вариант. Есть и плюсы, и минусы. К тому и к другому надо адаптироваться. Отлично. Хоть погреемся. Надоел этот холод. Так. Ничего у нас не поменяется. Ну и, наконец, затрудняюсь ответить. Спасибо. И прошу онлайн проголосовать по ссылочке перейти. А я тогда приглашаю в правый угол нашего воображаемого ринга скептика Станислава Дробышевского. Станислав Дробышевский. Антрополог. Кандидат биологических наук. Научный редактор портала антропогенез.ру. Автор книги «Достающее звено». Лауреат премии «За верность науке». Скептик с ноутбуком, замечу. А в левом углу у нас сейчас появится научный оппонент Александр Чернокульский. Просим. Александр Чернокульский. Кандидат физико-математических наук. Старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Российской Академии Наук. Автор более 150 научных работ. У вас там микрофончики лежат как раз. Возьмите их. Итак, мы начнем, наверное, со Станислава. Станислав, я прошу вас кратенько, минут за 4-5, изложить вашу позицию по теме. Позиция моя такова. Я антрополог, в климате ничего не понимаю, но посмотрел несколько видюшек, посмотрел сегодняшний доклад, прочитал парочку популярных статей. В математике и цифире ничего не понял, само собой, но имею мнение. У меня есть борода, кроме того. А у меня-то она длиннее. И я, естественно, накидал даже 10 пунктов. Я проиграл сразу. Как профессиональный фрик я вот подготовился. Даже у меня есть вот... Шпаргалочка. У любого профессионального фрика должна быть мятая шпаргалочка. Она компенсируется еще там. Значит, первый пункт. Климат меняется. В общем-то, кто бы спорил, но менялся он всегда. Изменения происходили завсегда, но амплитуда была, строго говоря, больше нынешней. То есть, например, сейчас колебания там порядка пару градусов, а в Кембрии температура была на 15 градусов теплее, а в Дивоне на 14, и в Триасе на 13, в середине Мела на 10, в Ассене на 14. И вот эти пара градусов, это вообще, строго говоря, ни о чем. То есть, это то, что было 3 миллиона лет назад, когда жили австралопитеки. И было, в общем-то, тогда холоднее, чем было 50 миллионов лет до этого. То есть, ближайшие несколько десятилетий мы достигнем такого холода, какого не было 50 миллионов лет до этого. Вот, несмотря на все потепление. При этом, судя по... То есть, это такая слабенькая компенсация радости, которая была. Судя по палеоэкологическим реконструкциям, экологические условия вот эти вот 3 миллиона лет назад, до которых мы достигнем, там, в 2050 году, скажем, были, ну, примерно, тем не менее, как сейчас. Флора была та же, фауна такая же, и, в общем, какой-то принципиальной эволюции с тех пор, в общем-то, не наблюдается. Ну, мы появились, но это мелочь. Стало быть, дальше, на протяжении, уже ближе к нам, в листоцине, было несколько пиков потепления, которые были большими, теплее нынешних, на уровне прогнозируемых, там, 2050 года. И ничего, как-то тоже каких-то смен фауны, флоры, климат. Ну, тут климат менялся, да, но что-то радикальное, там, ломки экосистем, ничего такого не было. При этом все наши адаптации возникли примерно от трех до миллион лет назад, когда климат был экваториальный, тропический. Поэтому, если мы вернемся в тот самый климат, ну и хорошо, это то, к чему мы приспособлены, в каком климате мы возникли. Ну, не всем, правда, повезет, и какой-нибудь там США в пустыню превратится, и Западная Европа утонет, ну, туда и мы дорога. Вот, а мы, как уже сказано сегодня было, погреемся, ну, вот как сегодня на вопросике прозвучало. И очень хорошо. То есть это наш, может быть, шанс поправить экономику, там, вырастить на бывшей вечной мерзлоте всякие злаковые, и все у нас будет хорошо. Утопить Европу, наконец. Ну, вот, да, конечно. Ну, вот, то есть увеличение количества СО2, мало того, что будет тепло, да, еще даст прирост растений, если мы их там все не вырубим на дрова, а у нас же, как мы теперь знаем, ветряки будут. Так что и очень хорошо. То есть будет больше урожай. Дальше. Обычно звучит, что потепление вызвано человеком, ну, как бы, в общем, спорить трудно, в общем, судя по графикам, да, ну, какая разница. А раньше это были вулканы, то есть до человека, да, там метеориты падали, всякие геологические причины, ну, а теперь человек, ну, теперь мы фактор, что поделать. А для планеты в целом, ну, еще один, как бы, пик, еще одно колебание этих пиков, уже там был миллион, и далеко не самый большой. То есть было, вот, как я уже говорил, намного больше. Шестой пункт. Часто звучит, что темпы потепления сейчас слишком быстрые, как бы, раньше-то таких быстрых не было, но, честно говоря, мы не знаем, какие они были до этого. То есть с учетом погрешности датировки, темпы изменений скорости в прошлом мы, строго говоря, и не знаем. То есть теплело всегда, в общем, довольно резко, а холодало потом не спеша, но скорость это вообще нам не особо известно. Дальше. Вымирания и всякие кризисы, ужасы, насколько нам известно, всегда связаны в основном-то с похолоданиями, а не с потеплениями. То есть, если посмотреть, все главные вымирания на планете, там, в Кембрии, в конце, там, и так далее, они все связаны с вымираниями. Там, в Карбоне, в Триасе, в Милу, там, и прочее. А в конце РДВК, а когда было тепло, то есть в Кембрии, в середине, да, там, в Дивоне, опять же, в Триасе только в середине, в середине, имело, и в Ацене, при пиках потепления биоразнообразие было максимальное. Ну, и очень хорошо. То есть, может быть, нам все это грозит разнообразием, увеличением. В любом случае, климат, если посмотреть исторически, там, вот, с Декембрии до наших дней, это частая такая гребенка температур. То есть, и за любым пиком, сколько бы он там и какой бы он ни был, сколько бы он ни длился, всегда следует похолодание так или иначе. Пусть оно будет не сильно быстро, ну, вот там, вы говорили, что сейчас накопилось СО2, что еще там несколько тысяч лет, ну, и плевать как бы. То есть, в любом случае, рано или поздно будет похолодание, потому что любое потепление всегда кончалось похолоданием. И бояться-то надо, на самом деле, похолодание. То есть, оно нас выморзит. Наша цивилизация основана на субтропическом климате. И вот оно, похолодание, может нас угробить, а не потепление. А потепление, ну и ничего. Значит, дальше, следующий пункт, уже девятый, что климат — это слишком сложная система. Мы явно о нем много не знаем. То есть, если бы мы все о нем знали, как вот звучало там 99,9%, то, ну, как мне лично кажется, тогда это значит, что мы должны точно знать причины каждого конкретного потепления, похолодания в прошлом. А насколько мне известно, в каждом случае это неизвестно. И до сих пор спорят даже, какой он там вообще в принципе-то был. Климат, ну, в конкретном временном отрезке. Поэтому само обилие гипотез о изменении климата в прошлом говорит о том, что что-то, может, мы все-таки недопонимаем. Так что уверенно прогнозировать на тысячи лет вперед, ну, на мой взгляд, слишком самоуверенно. Ну, вся наука говорит, что все время что-то получается как-то не так, как мы спрогнозировали. И последний пункт, что делать какие-то практические выводы из вот этих гипотез о изменении климата, ну, тоже достаточно бесполезно, потому что сейчас государства не могут договориться даже по гораздо более простым вещам. А уж так, чтобы всю экономику планеты поставить на какие-то рельсы там единые, чтобы снизить температуру на планете, что-то как-то с трудом верится. Нагреть можем, охладить что-то не уверен. И альтернатива современной энергетики, ну, вот сейчас звучало, что вроде как она есть, но, в общем, как-то сомнительно, что в ближайшее время мы что-то сдвинем. И поэтому говорить, что вот там люди виноваты в потеплении климата, это насаждение комплекса вины у рядового человека. Это тоже вопрос из зала звучал, что может сделать человек? Ну, конкретный человек в пределах какой-то статистической погрешности и даже меньше, в общем-то, ничего не может сделать. Если я не буду есть мясо, не ездить на машине, уйду в скит и буду жить в лесу, то все равно климат на планете точно не поменяется. Ну, вообще никак. Мы такие все злые, плохие, виноватые, а это неконструктивно. И обычно таким насаждением вины занимаются всякие нехорошие люди, которые преследуют какие-то свои нехорошие политические цели, экономические, само собой, и потакать им не надо. Ну и, как бы, такой бонусом, эта зима была самой теплой за последние там сто пятьсот лет. Я за это время умудрился потерять две шапки, уши при этом не отморозил, ни одно, даже никакого там ни бронхита, ни ларингита, ничего такого не нажил, ни разу не простудился, так это же отлично. И во всем надо искать свои плюсы. Надо радоваться, потому что есть. Александр, я полагаю, вы не совсем согласны со Станиславом, вот теперь изложите, с чем вы не согласны. Спасибо. Тут кто кого убеждает, вы практически меня убедили, да, что, в общем-то, все хорошо. А вы сколько шапок потеряли? Ну, я не потерял ни одной, но тоже, в общем, обошелся практически без шапок этой зимой. Смотрите, есть несколько важных моментов, которые, ну, сейчас будет чуть поскучнее, конечно, извините. Наука, она всегда скучнее, чем красивая речь. Что мы имеем? Мы действительно плохо знаем о том, что было в прошлом. По сути, мы по ручке кувшина восстанавливаем о том, как жил большой город. Естественно, о том, почему поменялся климат там три миллиона лет назад или пятьдесят миллионов лет назад, у нас есть только там несколько гипотез. Но вот по поводу три миллиона лет назад вы говорите, что климат был ровно такой же. Нет, он не был ровно такой же, не был закрыт Панамский перешейк. Это очень важный момент. Динамика океана была другая. Была другая, вот это так называемый океанический конвейер. Он по-другому двигался. Есть ряд работ, показывающий, что действительно это было важно и что вот тогда вот закрытие этого перешейка привело к похолоданию. Вот у нас же сейчас этот перешейк закрыт. То есть климатическая система уже чуть-чуть другая. По поводу наших знаний мы очень хорошо знаем, как функционирует климатическая система сейчас. Мы знаем, что если сейчас произойдет извержение супервулкана, мы знаем, что похолодает вот на столько-то градусов. То есть говорить о том, что мы, потому что мы не знаем, что было в прошлом, мы не знаем, что сейчас, не совсем корректно. Все-таки мы знаем, что сейчас происходит и это очень важный момент. И как раз оценки очень точные того, что будет с планеты, если мы ничего не будем делать. То есть вот такая точка зрения русского интеллигента, образованного, что, слушайте, ну да, у нас-то все хорошо, а пусть все остальные-то и тонут, и бог с ним. Ну, она такая лукавая все-таки. Конечно, каждый там о своей шкуре думает, и человек в этом смысле, как рот, и как вид, думает о том, как сохранить свою экологическую нишу, и, конечно, думает о том, что, в принципе, изменение климата угрожает ему, как виду. Если у нас продолжится потепление, как сейчас, у нас разрушится, у нас есть несколько очень важных, опасных переходных точек, которые не хотелось бы переходить. Во-первых, первая важная переходная точка это таяние вечной мерзлоты и разрушение метаногидратов на шельфе Арктики. Если вот эти моменты разрушатся, то мы получим очень сильную положительную обратную связь. В атмосферу попадет огромное количество метана, которое является более сильным парниковым газом, чем СО2. У нас ускорится потепление достаточно быстро. Ускорение потепления приведет к следующей важной переломной точке разрушению покровных ледников. Гренландия, в принципе, уже тает быстрее, чем, в общем-то, мы предполагали. То есть данные показывают, что тает быстро. Западная Антарктида тоже уже такая вот на грани стабильности. Остается восточная Антарктида, но в целом вот все это добавить несколько метров к уровню моря. Прибавить ее несколько метров к уровню моря, ну, вспомним, сколько было австралопитеков, да, там, три миллиона лет назад, и сколько людей сейчас. То есть, ну, просто проблема в том, что мы расселились везде. Это проблема нашего вида уже в данный момент. И, конечно... А австралопитеков-то не притапливало, скажем так. Ну, может, и притапливало. Они сидели на горе, им было отличие. Ну, да. То есть, если мы... Вот какое-то количество людей сядет на горе и будет жить, ну, понятно, что род людской сохранит... На горе Арарат придурает. Сохранит, в общем-то, свою жизнь. Планета не погибнет. Очевидно, что для планеты... Я, кстати, согласен, что с философской точки зрения, с точки зрения планеты потеплее, получше. И, может быть, это был хитрый план у планеты, вот такой замысел, да, такой конспирологический у планеты, придумать вид человека, который потом сожжет вот все то несчастное углерод, накопившись, и вернет климат к тому, что он был там 50 миллионов лет назад. Проблема в том, что мы думаем о том, как нам выжить. Если мы сможем просто от этой точки зрения уйти и вот всем нам стать философами и сказать, слушайте, да ладно, со мной, с моими детьми, с моими внуками, планете-то хорошо от этого будет, ну и отлично, тогда и говорить не о чем, в общем-то, нам. А если мы все-таки думаем о том, как нам сохранить свой вид, например, а каждый вид, как говорит экология, по крайней мере, пытается сохранить свою экологическую нишу, то нам надо думать, что будет с климатом. Я не согласен с тем, что России будет хорошо, только хорошо, и не будет плохого. Вот очень важный момент, которому надо понять. К плюсам тоже надо адаптироваться. Нам вот нельзя сидеть так вот на попе ровно на стуле и ждать, ага, все, климат теплеет, и нам будет только положительно от этого, шапки не будем носить. Чтобы выращивать, например, культуру теплолюбивую, у нас почвы просто пока еще нету. Например, почва не так быстро меняется, как атмосфера. То есть температура будет достаточно для того, чтобы выросла, а почвы недостаточно. Надо про это думать. Потом меняется температура, но осадки меняются в худшую сторону. Осадки меняются в сторону засушливого климата. Значит, нам нужно думать о том, как выводить какие-то засухоустойчивые растения, например. Нам надо понимать, что теплая зима — это минус с точки зрения условных клещей, малярийных комаров и так далее. Про это не надо забывать. Это вся история работает, ареалы вот этих ребят как бы увеличиваются. Плюс еще важный момент. Вот мы как бы закрываемся, как страна, или мы открыты для мира. И это тоже элемент адаптации. Если мы понимаем, что были работы, показывающие, что война в Сирии и поток мигрантов следующий связаны с сильной засухой. Есть работы, показывающие, что эта засуха сильно, существенным образом обусловлена глобальным потеплением. Вот такие нелинейные моменты, вот такие черные лебеди, они очень вероятны в будущем. То есть, скорее, негативные черные лебеди более вероятны, чем позитивные черные лебеди с изменением климата. И человечество, конечно, должно опасаться именно этого. Опасаться и готовиться, и слушать именно оценки того, как изменится вот от этого нашего действия, что случится после этого нашего действия, что после этого нашего действия. Важный момент, вот этот поток мигрантов, вот что нам делать, закрывать границы или наоборот, сейчас вот просто придумывать лозунг, слушайте, там, Норвегия не резина, выезжайте к нам. То есть, вот как нам действовать здесь в данной ситуации. Тут просто надо думать и не надо заниматься шапкозакидательством, у нас вообще слово шапка что-то часто сегодня звучит, но вот шапкозакидательством заниматься не надо, надо просто понимать все плюсы и минусы, готовиться и, в общем-то, тоже радоваться жизни. Я тоже с вами полностью согласен с последним пунктом, что надо радоваться жизни. Ура! А вот я хотел, кстати, уж простите, что я влезу, а что там будет с вечной мерзлотой? И чем чревато? Она оттает, не оттает? Это плохо? Мамонты там всякие отмерзнут? Вот, может, неандертальцы какие-нибудь? Ну, вечная мерзлота тает, несущая способность вечной мерзлоты уменьшается, это проблема для, с точки зрения экономики, проблема для городов, для инфраструктуры, плюс есть такие, опять же, возвращаясь к черным лебедям, несчастным, есть вероятность там того, что оттает какая-нибудь там чума, сибирская язва, вот что-нибудь такое. Но тут это вопрос, наверное, к биологам, скорее уже, насколько это реально, потому что это не климатология, это биология. Но важный момент, о котором я говорил, это может запуститься вот эта положительная обратная связь с высвобождением метана и с еще большим потеплением. Это вот опасная история. Так, сейчас у нас время для прений. То есть теперь Станислав может возражать, задавать вопросы Александру. Александр может отвечать и задавать встречные вопросы. Но только, пожалуйста, без перепалки, без, так сказать, перехода на личности, уважительно, спокойно, но в крайнем случае я вмешаюсь. Прошу. Ну, собственно, опять же вопрос, вот мой десятый пункт. То есть, да, мы нагреваем, потепление идет, имеют шансы большие, но если вы говорите, даже если мы сейчас остановим полностью, у нас еще там 2000 лет будет тепло, тогда как можно убедить современных людей не нагревать? То есть никакой современный человек, получается, не доживет до какого-то вообще изменения в обратную сторону. и какой резон обычному среднему человеку вообще что-то тогда предпринимать? То есть, ну, у нас сейчас есть нефть, газ, мы ждем, получаем какие-то выгоды. А вы предлагаете не жечь, не как бы делать ничего этого, да, чтобы через там 3000 лет люди, может быть, немножко как бы там вытерли пот и там стало попрохладнее. Ну, 3000 лет это 20%, все-таки, то есть 50% СО2-то уйдет за 30 лет. Смотрите, есть несколько различных технологий, например, улавливания углерода, то есть они сейчас разрабатываются активно, они уже на стадии, они прошли стадию R&D и уже, в общем, попытаются выходить на стадию какого-то внедрения. Сейчас проблема в удержании углерода, то есть из атмосферы непосредственно извлекать углерод и в чем-то его захоранивать там, или в скважинах нефтяных, газовых, или условно делать очень много мебели, или делать небоскребы из, вот сейчас в Скандинавии предлагают делать деревянные небоскребы из досок, просто потому, что дерево это углерод, высаживает много деревьев, 20 лет оно поросло, поглотило углерод, срубили это дерево, но вместо того, чтобы сжечь, они из него как бы сделали дом. Ну и различные такие методы, есть там просто прямого химического улавливания СО2 из атмосферы и переработки, например, делают из этого биочар, например, некое удобрение в почве и так далее. Но там проблема в удержании, в том, что углерод через некоторое время может обратно в атмосферу попасть, но ученые работают над этим. То есть нельзя говорить, что если мы ничего не будем делать, то все все равно очень плохо. Нет, на самом деле, то есть у нас есть два сценария, вот мы ничего не делаем и мы очень много делаем. Если мы ничего не делаем, то просто, ну, вот экономистам был подсчитан не очень хорошо вот эти ВВП, вот в этих всех ВВП рассуждать глобально, но потери тех самых ВВП, они гораздо выше от того, если мы ничего не будем делать. Плюс потери человеческих жизней гораздо выше, если мы ничего не будем делать, чем если мы что-то будем делать. То есть мы можем все-таки смягчить эти изменения. Плюс цена адаптации, о чем я говорил до этого, вот сумма денег, которые будут тратиться на смягчение и средств, которые будут тратиться на адаптацию, вот ее надо минимизировать, адаптироваться. Если мы ничего не будем делать, очень дорого будет адаптироваться. А если мы что-то будем делать для того, чтобы смягчить изменения климата, адаптироваться будет дешевле к тем изменениям, которые все-таки будут. А как же в этом убедить конкретных людей и, более того, страны в масштабах планеты? Потому что сейчас, насколько я понимаю, наибольший выбор создает Китай. Ну, я могу ошибаться, но там и Китай, и Индия. То есть страны, которые Европейскому Союзу, США, нам не подчиняются вообще никак ни разу. И более того, экономика той же самой Европы, США и нас подстегивает сжигание Китаем всех этих углеводородов. То есть по-хорошему нам надо отказаться от своей хорошей жизни. Сейчас выключить микрофон, погасить вот эту лампочку и всем разойтись по хижинам и строить деревянные небоскребы. И смотреть, чтобы они не сгорели, не дай бог, обратно. Ну, это как бы вы так уходите в крайность, конечно. Не надо настолько все сокращать. Просто надо считать свой углеродный след, например. Какой вот у вас углеродный след? Вот не знаю. То есть это можно к каждому браслету, допустим. Ну, я думаю, кстати, в будущее может быть что-то типа браслета и появится. И он будет предупреждать. Ага, ты сегодня уже что-то там 10 тысяч шагов находил, вот как он говорит сейчас. А он завтра будет говорить, сколько я ЦО2 выбросил. Смотрите, ну тут такой момент. Первая страна Китай, вторая США, третья Индия, кажется. Мы на четвертом месте. Или Австралия. Вот там пятерка такая. Конечно, Китай, потому что все вынесут туда свое производство. Это понятно, что бедный Китай, он как бы сейчас отдувается за всех. Но Китай, на самом деле, уже начал, он представил свои программы по декарбонизации экономики. Дело в том, что Китаю, если что, им выгодно отказываться от угля, потому что уголь ведет к экологическим еще проблемам. Это у них сильный загрязнитель аэрозольный и очень много смертей, респираторных заболеваний, связанных, ну дыхательных путей, связанных с тем, что там просто смог висит. Вот то, от чего ушла Англия и Лос-Анджелес в свое время, сейчас от этого скоро будет уходить Китай. Китай активно переходит на зеленую энергетику. И, в принципе, переход на зеленую энергетику это уже снижение своего углеродного следа. Если говорить о таких личностях, как Трамп или Болсонаро, ну такие черные лебеди, они опять же и в политике неизбежны. То есть в любом случае это как колебания климата есть, так и колебания в политике. Общий тренд все-таки на то, что понимание приходит к политикам, оно приходит медленно. Это очень реакционные силы. Там жуткое лобби нефтегазовых компаний, которые тратили просто уже больше 30 лет, с 1980-х, много миллионов долларов на вот этот climate change denial machine. То есть просто вот были журналистские исследования, показывая, что нефтегазовая отрасль просто вкладывала деньги вот в отрицателей. Это сейчас постепенно переламывается. То есть я вижу позитивные моменты, но, конечно, человек сам по себе, ему сложно понять, что вот слушайте, ну я что, еще один налог буду платить? За СО2? Да и как бы с какого рожна? Тут, конечно, вопрос в том, что, ну, может, не совсем корректно вводить условные налоги, может быть, не надо субсидировать там нефтегазовую отрасль, а надо субсидировать зеленую энергетику. Но это вопрос вообще политический, не нам с вами его, наверное, понимать. Мы можем, конечно, рассуждать на эту тему, но как там принимаются решения, это сложный момент. Но от этого никуда не деться, и весь мир все-таки идет в эту сторону с небольшими колебаниями, но идет. А возвращаясь к некоторым первым пунктам, вот я озвучил, а вы как-то вот не избежали ответа. Скажем, три миллиона лет назад, там еще и в Плиссене несколько раз были пики потепления, когда было сильно теплее, чем сейчас, ну, там, на сколько-то градусов, до которых мы еще, может быть, когда-то там дойдем, ну, то есть, видимо, подойдем таки, да, но тоже не сейчас. И тем не менее глобальных смен экосистем не было. То есть тоже не было там вечной мерзлоты, не было гренландского щита и как-то ничего. То есть стада паслись, люди развивались и даже нами стали, более того. И нынешнее вот это вот потепление, оно и так 12 тысяч лет уже длится, ну, там, порядок такой, да, оно неприлично долгое потепление, но как-то при этом, ну, принципиально экосистемы, я бы не сказал, что другие стали. То есть копытные, какие были, такие и были, там, мартышкообразные. Ну, экосистемы сдвигаются, конечно, там, север-юг туда-сюда гуляют, ну, будет у нас не зона тайги, а зона, там, степей или, там, субтропики. В чем проблема? То есть жили же когда-то у нас там страусы и носороги. Кто-нибудь имеет против что-то страусов? Я люблю страусов, все любят страусов. Почему бы еще раз нам такое не поймите? Я не люблю страусов. Слушайте, но тот вопрос масштабируемости. Не все можно масштабировать и не совсем корректно масштабировать то количество людей, которое было 3 миллиона лет назад на то количество... Причем это уже прозвучало, а вы это проигнорировали. На то количество людей, которые живет сейчас. Что касается... Нет, людей на этой территории в тот момент, может, вообще не было. Ну да. То есть, ну а раньше они сидели где-то там в экатериальной зоне, а теперь у них вся Евразия, еще плюс Северная Америка. Ну если бы сейчас жило на планете столько же людей сколько-то 3 миллиона лет назад, для них бы проблемы не представляло глобальное потепление. Ну, заметьте, что при температуре, которая была заметно теплее нынешней, в Центральной Африке и в Сахаре, которая была зеленее нынешней, ну как-то жила жизнь и там не было пустыни какой-то выжженной. То есть, как-то ничего. Да, здесь очень интересный момент. Вообще, климат Африки, вот Сахель, является таким классическим примером аттракта Лоренсом, странным аттрактором, когда у вас есть две устойчивые точки. Вот небольшие изменения, это эффект бабочки, собственно. Вот тут эффект бабочки, когда у вас небольшие изменения привели к климату, который соответствует пустыне или который соответствует лесу. Что привело именно к, вот там есть разные теории у ученых, почему климат непосредственно в Сахеле стал больше климатом пустыни, а не больше климатом лесов. Здесь такой момент, опять же, нельзя напрямую сравнивать. Ледники не были такими все-таки, как сейчас. Не была такая же динамика океана. Прямой аналогии быть не может все-таки. Это не совсем корректно сравнивать вот именно тот климат и этот. То, что мы потеплеем и для экосистем приспособиться, я с этим вообще не спорю. С этим странно спорить. Тут вопрос просто, опять же, вообще физики, они не говорят о проблемах с точки зрения экономики. Мы говорим, слушайте, вот такая скорость потепления. Кстати, я сейчас про скорость я не сказал, я вам сейчас скажу важный момент, который многие забывают. Вот такая скорость, вот так потеплеет, а дальше вы уже сами решаете, что с этим. Плохо, хорошо и так далее. То есть, вы как там палеонтолог, да хорошо, а экономисты говорят, слушайте, да плохо, вот там ВВП на 5% рухнет. Ну а кого слушать, приходите к президенту и говорите, вот Австралл Питеком хорошо, а вот те приходят и говорят, слушайте, не, Москва, в Москве будет повторяться лето 2010 года, пять раз, в 21 веке еще повторится. Ну условно. Вот, как бы, на чашу весов несколько сложно сравнимые понятия. Вот у вас был пункт, я забыл ответить на него, это честно, говорю, что забыл, сейчас отвечу, про то, что про беспрецедентность изменений. Я на прошлом ученый против мифов тоже говорил про беспрецедентность, но там важный момент, там была сноска такая, которую все, конечно, проигнорировали, как обычно, все главное написано в сносках. При условии неизменности параметров орбиты, солнечной светимости и отсутствии вулканической активности. То есть, вот эта беспрецедентность просто как иллюстрация того, что, слушайте, какой-то фактор новый включился. Это только для иллюстрации того, что новый фактор, а потом уже рост СО2, он беспрецедентен, по крайней мере, для последнего миллиона лет. Это уж точно. Конечно, про изменение температуры на миллионы лет назад и про скорость ее сейчас нельзя говорить, что она беспрецедентна. Это я тут и против и алармистов, которые говорят, что это беспрецедентно. Это неправильно. Это просто довод подается для того, чтобы показать, что есть некий фактор, который мы раньше не учитывали, который раньше не работал. Это именно человек. Только для этого. И показать, что, слушайте, если мы продолжим сжигать нефть и уголь дальше, то у нас температура будет увеличиться с ускорением. Вот еще проблема в чем. К 2100 году, если мы ничего не будем делать, температура может вырасти где-то на 5 градусов. И мы вернемся к тому, что было там 50 миллионов лет назад. Но тогда СО2 тоже был полторы тысячи, там, тысяча-полторы ппм. А это уже уровень неустойчивости для Восточной Антарктиды. Повторяюсь еще раз. А если Восточная Антарктида растает, уровень океана поднимется на 60 метров. То есть западная 6, там Гренландия 9, или нет, 3,6. То есть они в сумме 9 дадут. А вот Восточная Антарктида 60 метров. Что затопит? Ну, затопит достаточно много. Питер как? Ну, мы все про Питер думаем. Ну, я думаю про Питер. Ну, понятно. Затопит. 60 метров затопит. А Читу не затопит. То есть Питер затопит, точно, да. Питер, Владивосток, Сочи затопит. Знаешь, что австралопитекам пофиг, там, что в Питере. Питер затопит, затопит, по сути, Юго-Восточную Азию всю затопит, затопит прибреженную Европу, прибреженную Америку, ну... Зато Читапа греется. Зато Читапа... Нет. Туда из Юго-Восточной Азии приедет много греться людей. На Альхоне же в Меоцене попугаи водились. Вот. Зато будут попугаи. Слушайте, я бы влез еще, но мы хотели еще дать слово зрителям. Так что сейчас время для вопросов уважаемых делегатов к любому из участников наших дебатов. Я даже не знаю. Вот давайте дадим даме в зеленом, она так машет руками. Ну, вы сами только... Не только представляйтесь, к кому ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, Москва. Я даже не знаю, кому бы я хотела задать вопрос. У меня скорее такой комментарий, может быть, тогда к Александру. Почему не вспомнили... Ну, все говорят про повышение океана, 60 метров, всех затопят. Ну, понятное дело, что мы найдем где-то горы, кто-то где-то выживет. На маршу летим, в конце концов, к 2100-му-то году. Но есть же еще страшные последствия, как изменение кислотности океана. И тогда вымретесь планктон. Тогда нам нечем будет дышать. И еще очень волнует вопрос про глобальное потупление. Это было очень интересно. Может быть, из-за необходимости того, что мы вообще проводим в 21 веке ученые против мифов, как раз потому, что СО2 растет в атмосфере. Может быть, если бы мы тут чистым кислородом дышали, было бы вообще все круто, мы бы умные тут гении ходили, давно бы уже терраформированием Марса занимались. А мы тут какие-то мифы разбираем, что Земля не плоская. Так. Спасибо. Ну, если бы у нас был чистый кислород, мы бы сгорели, конечно же, все. Тоже надо понимать, что это уровень кислорода, он не просто так такой. Смотрите, по поводу кислотности. Есть работы, показывающие, что в зависимости от того, какой сценарий мы выберем, количество продукции рыбы сократится на 10% или на 50% или на 90%. Это тоже важный момент. То есть это тоже в цепочку нашей, скажем так, пищевой безопасности. То есть безопасности наличия еды. Безусловно, да, спасибо. Кислотность океана растет. Потому что океан пытается демпфировать. Но, опять же, здесь океан приспособится. Это наша проблема, что у нас не будет там рыбы поесть. В принципе, мы вообще говорим о том, чтобы выжить как человеку, как виду человека. Да, умрут какие-то виды. Полярные медведи, скорее всего, они, к сожалению, могут остаться только в зоопарках через какое-то время. То есть какие-то виды, они будут отмирать, это понятно, и уже отмирают. Но давайте признаемся все, человечество как вид, оно тоже эгоистично и пытается спасти себя. И здесь, в данном случае, это вызов глобальный, чтобы спасти себя как вид. Так, вот я там вижу, кто-то в желтом крутит чем-то белым. Здравствуйте, Сергеева Лиза из Москвы. У меня вопрос к Ревышевскому. Какие адаптационные изменения у нас могут появить в связи с потеплением и похолоданием, но у вида человека в зависимости от того, что будет? Ну, судя по тому, что есть сейчас на планете, те люди, которые живут близко к экватору, где-то там на жаре, они длинные, тощие, вытянутые. Вот как я. Ну и вы, в принципе. То есть, мы уже адаптируемся и 150 лет... Такие, как я, вымрут. Ну, не всем повезет. Но последние 150 лет идет процесс акселерации, который как раз вот в такой делихомборфизации выражается. Ну и немножко еще там понижение обмена веществ. Ну, как бы напрягаться вредно. А если наоборот будет похолодание, ну вот ближайшие несколько тысяч лет, видимо, там не светит особо, но рано или поздно, я все-таки уверен, оно так и будет. И тогда мы будем более коренасты с большим активным обменом веществ. Ну, а-ля эскимосы. Спасибо. Так, пожалуйста, давайте дадим микрофон куда-нибудь вот в задние ряды. Ну, такие, относительно задние, умеренно задние. Да, пожалуйста. Спасибо, Арина, Москва. У меня вопрос к Александру. Сейчас в Европе есть такое движение у экологов и климатологов, когда создаются экопоселения и проводят рекультивацию земель. То есть, они выбирают участки, откуда, например, ушла вода, где мало растительности, создают там поселение и восстанавливают землю, проводя там экологический мониторинг попутно и изучая вот возможность рекультивации. Насколько это вообще популярно, перспективное направление и оно хоть что-то изменит или это все просто так? Спасибо. Ну, количество вклад таких поселений, конечно, в районе нуля в декарбонизацию экономики глобальной. Тут скорее некий посыл, может быть. Ну, я не знаю, вот движение хиппи, движение вот за мир в Америке, оно повлияло как-то на разоружение, на смягчение отношений между США и СССР. То есть, ну, это вот из разряда такого же. Решают все политики в основном, но если политики видят, что вот их люди начали такое движение, они, наверное, прислушиваются к ним. То есть, здесь такая непрямая связь, но она есть, я думаю. Так, балкон. Пожалуйста, слово балкону. И снова здравствуйте. Александр, Москва. Очень много говорили про влияние энергетики на экологию, но есть же такой очень немаловажный фактор, как мусор. Сколько мусора мы производим и как это влияет и что с этим надо делать. Поэтому, что разумное потребление и все такое, но вот аргументируйте, пожалуйста, Да, тут, наверное, надо было посадить еще человека одного, кто мог бы сказать про мусор, потому что мусорщика, дворника. Дворника, да. С точки зрения, то есть, это важный вопрос и вообще важное понимание, что климат и экология не совсем синонимы. Не надо смешивать экологические проблемы и климатические. То, что иногда climate friendly не всегда эко-friendly. и наоборот. То есть, с точки зрения пластика и сжигания, например, пластиковых бутылок, ну да, это выброс очередной CO2 условного. Или свалочный метан, например, тоже есть такой момент. но я не думаю, что это вопрос вот вопрос подвис, наверное, мы не сможем ответить. Хорошо. Ну, подвис, сейчас будет другой вопрос и может быть он будет еще более подвисшим. Пожалуйста. Здравствуйте. Давайте злой какой-нибудь такой вопрос. Самый злой. Копил его с самого выступления Александра. Меня зовут Анатолий. Спасибо за доклад, спасибо за дебаты. У меня к вам такой вопрос. Вы в своем докладе говорили о том, что все основные процессы, которые сейчас наблюдаются в климате, имеют положительную обратную связь, то есть тенденцию к раскачиванию вот этой устоявшейся точки. При этом в вашем же докладе был график температур исторический, который не демонстрирует нам функцию процесса с положительной обратной связью, то есть там явно есть какие-то там чуть ли не гармонические вот эти колебания там плестоцены, если не ошибаюсь, вот эпоха вот этих оледенений. Поэтому вопрос такой, не считаете ли вы, что вот за тот короткий период инструментального наблюдения климата современные климатологи могут не учитывать какие-то дополнительные процессы, которые включаются при изменении климата, которые затормозят и стабилизируют потепление? Спасибо. Ну, не все процессы имеют обратную положительную связь, некоторые имеют обратную отрицательную связь и действительно включаются в какой-то момент вот тот процесс там карбонового термостата, который регулирует собственно наш климат в какой-то удобной, в удобной нам, как это сказать, в удобном диапазоне температур. Он работает и в ту сторону, и в ту, и он же регулирует. Проблема в том, что мы сейчас этот термостат сломали, то есть этот термостат работал сам по себе, он там был завязан взаимодействие между атмосферой и океаном, между атмосферой и литосферой на разных временных масштабах, он работал в разную сторону и как раз регулировал. Мы сломали этот термостат сейчас, и чтобы его починить, то есть вот нам надо наше, собственно, влияние в какой-то мере снизить. То, что, возможно, появится что-то, что все это снизит потом, ну, да, мы оставляем долю процента. Всегда может что-то появиться, может начаться извержение супервулкана, а что такое вулкан, на самом деле, как вулкан влияет на климат? Я показывал, что СО2-то минимальное влияние по сравнению с человеческой деятельностью, но на самом деле из-за извержения вулкана в стратосферу попадает очень много аэрозолей, и если вот сильный вулкан в тропиках извергается, например, Пенатуба, то после него было два года такого относительного похолодания. Дело в том, что аэрозоль попадает в стратосферу, быстро покрывает всю стратосферу аэрозольным экраном, и порядка двух лет он висит и отражает часть солнечного света, то есть он служит таким зеркалом своеобразным. На самом деле, возвращаясь к вопросу, а можем ли мы еще что-то сделать, есть еще план Б, так называемый, ученых, который, конечно, только гипотетически пока, если мы вдруг понимаем, что все, дальше труба, и вот если мы сейчас прямо не остановим, то условно, опять же, разрушится несчастный этот ледник антарктический или вскроется вечная мерзлота. План Б заключается в том, что мы начинаем работать в другой части спектра. Мы усиливали полярниковый эффект, это длинноволновая часть спектра, но мы можем работать в коротковолновой части спектра и отражать часть солнечного света обратно в космос. Три пути предлагаются. Первое, ну, первое, это совсем футуристическое, запустить в космос некие зеркала, которые раскроются между нами и Солнцем и будут там долю процента отражать, этого может хватить на то, чтобы снизить на пару ватт приходящей нам энергии. Второй вариант, это как раз ракетами или самолетами доставлять сульфатные аэрозоли, это вот аналог вулканов создавать в стратосферу, распылять постоянно и поддерживать этот экран. И третий вариант, распылять соль такую морскую в облаках над восточными частями океанов, повышая их альбедо. То есть, вот они более белые становятся, тоже отражают часть солнечного света. Но проблема в том, что мы это как бы именно план Б, мы здесь не будем работать с причиной, то есть мы будем работать с последствиями, мы будем бороться с насморком, а не с вирусом условно. И это проблема в том, что там условно закисление океана никуда не денется и так далее. Так, давайте нам нужно... Конечные полеты вот этих самолетов, которые будут распылять, они будут сжигать топливо и повышать. Можно просто сжечь больше какого-нибудь угля, от чего там еще аэрозоли образуются. Ну да, то есть опять же я показывал, что раньше они немножко друг друга эти эффекты... Больше дыма. Да, больше дыма. Больше дыма, да, да. Прекрасная перспектива. Так, давайте нам нужен такой сердитый вопрос к Дробышевскому. Так, где? Где сердитый вопрос к Дробышевскому? Ну вот там вот дайте. Я вижу, прямо оттуда такой жар идет. Здравствуйте. Константин, город Москва. Да, вопрос Станислав. Не знаю, насколько сердитый. Вот сейчас идет эпидемия, да, у нас как показалось человечество не сильно готово. Насколько готово к угрозам, биологическим угрозам, которые могут возникнуть при возникновении, при таянии льдов? Что там может вырваться с тех давних времен? И насколько научное сообщество готово к условному зомби-апокалипсису? Ну, поскольку зомби в прошлом не было, то вырваться зомби-вирус не может, потому что откуда бы он такой взялся. То есть какие-то вирусы, бактерии там без сомнения есть, и более того, их там регулярно находят. Каких-то там макровирусов недавно там откопали, в вечной мерзлоте, что-то такое. Но они были рассчитаны на каких-то, не знаю, там бактерий, животных, растений, которые жили тогда. И что-то я сомневаюсь, что они как-то нас начнут сильно заражать. То есть эта вероятность не нулевая, но, собственно, что мешало им оттаять раньше. То есть вечная мерзлота, она не такая прям запредельно вечная, тоже где-то что-то подтаивает, и ничего, как-то живем. То есть, скорее всего, наш нынешний иммунитет самый прочный по сравнению со всеми предками. То есть у нас уже есть иммунитет ко всем бывшим болезням, но нет пока на будущих. Но к бывшим-то есть, и что оно там замерзло, ну, как бы, ладно. Так, у нас время-то вышло на самом деле, поэтому, ну, как бы, я бы, конечно, продолжал. Вот, но сейчас так стоять, все сразу побежали, нельзя говорить такие вещи. Подождите, куда вы? Значит, мы хотим сейчас проверить, как мнение это изменилось. Я сейчас еще раз проведу опрос. Ну-ка, давайте еще раз проголосуем. Значит, еще раз. Ну, как, кто считает, что все-таки глобальное потепление это плохо? Так. А кто считает, что отлично по-прежнему? Санислав, вы что, руку-то не поднимаете? Ну, там не просто отлично, там… А, там есть еще будут плюсы и минусы. Вот. Вот. Ничего у нас не поменяется. Ну, и, наконец, кто до сих пор затрудняется ответить? Значит, я прошу тех, кто онлайн, это будет даже, может быть, более наглядно, тоже проголосовать. А сейчас у нас время для подведения неких итогов. Я хочу Станислава… А, сейчас такая приятная музыкальная заставка, отбивка сейчас у нас будет. музыкальная заставка. Такая тема. Вот теперь, Станислав, я хотел бы, чтобы вы сказали, что-то поменялось в вашем мнении, что-то вы для себя узнали, изменилось, что-то нет, еще больше вы, так сказать, озлобились. Ну как, я как бы вижу, что климатологи трудятся, это хорошо, они стараются, и в принципе по ключевым позициям мы более того сходимся. Но я, как антрополог, мыслю категориями все-таки многих тысяч лет. То есть, плюс-минус пять тысяч лет, колебания туда, колебания сюда. И я не вижу все-таки, вот не получил я так внятный, четкий ответ, почему конкретно отдельно взятый ныне живущий человек, рядовой, который не политик, не президент, не экономист, не владелец корпорации, должен как-то там близко к сердцу принимать и париться, потому что нервы новые не появятся, а лично повлиять на климат в ближайшие две тысячи лет я не вижу, как бы я смог это сделать. А почему это требует каких-то нервов? Наоборот? Потому что, когда мне рассказывают, что вот мы все слишком согреемся, у нас будет метан, мы все умрем, мне грустно, я не хочу грустить. Так, Александр, вы можете высказать ваше мнение, подвести итог дискуссии, может быть, вы теперь по-другому считаете? Станислав вас убедил? Я по-другому не считаю, тут, Станислав, важное слово пропустили, обычно рядовой русский человек или канадский человек, то есть вот если бы вы жили там на западном Самола, например, или где-нибудь Фиджи, где у вас остров просто уходит под воду, вы, конечно, по-другому бы считали. Грустили бы тоже. Просто через 10 лет у вас вашей страны не будет в принципе, и это совершенно другое мнение. Или бы вы жили в Кувете, где в том году просто было несколько дней, когда человек просто умирали люди на улице, потому что была настолько высокая влажность и температура, что просто человек не адаптирован для такой влажности и температуры. Ну и, конечно, если бы такая температура и влажность была, когда там появился город, город бы там не появился, это надо понимать. А он сейчас там есть, ну и все, люди оттуда должны уезжать. То есть тут важно, вот у нас есть кочка зрения, вот это не точка зрения, это кочка зрения. И вот важно не оставаться на этой кочке. То есть вот давайте смотреть вокруг все-таки, а вокруг, ну да, отдельным российским регионам будет неплохо, а мир вокруг там утонет, сгорит. Есть возможности нам сейчас что-то сделать с этим. Есть возможности не опускать руки и не заниматься таким шапкозакидательством. Так, мне бы хотелось попросить, чтобы нам показали, если это возможно, сравнение голосований в начале дебатов и в конце дебатов. Мы сможем это увидеть? Так, это вот так было в начале. Причем я правильно понимаю, что 107 было за то, что отлично? Да? Супер. Так, а теперь, которое получилось в конце дебатов. Это понимаешь, что часть просто сбежала. Мне хочется верить, что все-таки часть людей как-то изменила свои взгляды, потому что если люди не могут изменять свои взгляды, то вообще наша деятельность по-моему бесполезна. Но тем не менее, еще есть одна важная причина, по которой мы проводим эти дебаты, может быть, и будем продолжать это делать. Не с целью кого-то, может быть, переубедить, а в том числе, чтобы прививать гражданам культуру цивилизованной дискуссии, которая подразумевает уважение друг к другу, стремление делиться знаниями и умение, в том числе признавать свои ошибки. А красное, оказывается, это и плюсы, и минусы. Вот. Ну ладно, тогда еще все так, не так все плохо, но тем не менее, еще раз, важно прививать навыки, может быть, и культуру, такой культурной, цивилизованной дискуссии, без драки, без матюков, вежливо, уважительно, я очень рад, что это у нас, как мне кажется, получилось, а вы, друзья, предлагайте на следующие наши форумы темы и кандидатуры, кого бы вы хотели здесь видеть в углах нашего воображаемого ринга. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Второй день почти закончился, мне кажется, что наш форум идет уже неделю, но это вот мне, со сцены. Спасибо вам всем, с вами был Александр Соколов, да поможет нам сила настоящей науки. Редактор субтитров А.Семкин